Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот-радио в эфире прямо сейчас. Меня зовут Анастасия Николаева. Мои соведущие сегодня Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей ИСОВУМ, которого мы ждём с минуты на минуту. И Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками». Арт-педагог, здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам. Что делать, а чего не стоит, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Мир больше не будет прежним. Пожалуй, это одна из самых распространённых фраз этого года. Кроме вируса, который кого-то поразил, а кого-то обошёл стороной, практически всем пришлось пройти испытания самоизоляции. Ну, для кого-то пусть и частичной. Какова она жизнь, как модно сейчас говорить, в новой реальности? Как проходила жизнь в период изоляции? Кто-то находит в ней больше плюсов, кто-то сплошные минусы. Ну и самое главное, как вся эта ситуация отражается на наших детях? Этой теме и посвящена сегодня наша программа. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения, спрашивали, хотят ли они вернуться в школу и понравилось ли им учиться дистанционно. Мы обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Видеоверсию сегодняшнего выпуска вы можете найти на портале Твериград. Итак, карантин, самоизоляция, плюсы и минусы. Я полагаю, что безразличных людей нет. Давайте сначала поговорим вообще, вот как самоизоляция, на ваш взгляд, отразилась на людях. Смотрите, я бы хотел начать с того, что, допустим, я видел при начале самоизоляции, карантина, что может возникнуть. Могут возникнуть, во-первых, возможности. Возможности узнать на нас друг друга ближе. Родители детей, детям родителей. То есть в нормальной жизни, если мы берем по расписанию, да, детей отправляются в школу, родители уходят на работу, и потом до вечера они не видятся. Вечером как дела, сделал уроки, не сделал, тут хорошо, тут плохо, молодец, и какое-то минимальное воспитание. Дальше мультики, газеты, фильмы, ужин. Домашние дела. Домашние дела, да. Как говорится, бытовуха убила все, да. А здесь получается, что дети, особенно мы берем младший школьный возраст, да, и до некого подросткового, когда они уже более самостоятельные и, в принципе, не нуждаются в помощи родителей, они остаются, вот эти вот дети остаются на попечении родителей. Соответственно, что родитель может показать? Он может все-таки показать свою любовь в делах, в отношениях к ребенку, свое понимание, свое терпение и все остальное. Ну, над терпением это серьезный вопрос, я думаю, многие родители со мной согласятся. Вот. А, соответственно, и ребенок может увидеть родителя с другой стороны. Если он его видит нормально два раза в неделю, дай бог, субботу, воскресенье, да и праздники, то здесь он целый день с одним из родителей. Ну, некоторые, конечно, я понимаю, что были заботы переложены на бабушек и дедушек, но тем не менее. Вот. И, как я у себя даже в группе говорил, что у вас сейчас открываются великолепные возможности вот именно в налаживании отношений, да, показания своей любви и заботы о детях. Это кроме еды и всего остального, как я уже еще сказал, вы должны ему помочь учиться. То есть дистанционное обучение, к которому ни наша система, ни родители, ни дети не были готовы, это 100%. Да, кто бы что ни говорил, никто не был готов. Ну, как и весь мир, наверное. Весь мир, да. Но кто-то адаптировался, кто-то не слишком, кто-то вообще не понял, что происходит. И вы должны были помочь ребенку учиться. Причем, хоть это и была в Твери, это была последняя четверть, да, насколько я помню уже, там все равно были некоторые новые темы, которые уже ребенку надо было объяснять. То есть мой опыт, когда дают, у меня дочь в третьем классе была, дают задания, там в килограммах и в граммах, все остальное, они эту тему не проходили. А я не знал. Я просто не знал. То есть я ей говорю, как так, ты не понимаешь? Она смотрит на меня большими глазами и говорит, пап, мы еще это не проходили. И тут я ей начинаю объяснять. Понятно, что не как учитель, я беру карандашик, я беру гречку, там еще что-то, начинаю все это объяснять. Ну, может быть, это и доступнее, наоборот. Да. Кто готов? А если родитель не готов? А если родитель сам плохо учился? Если он плохо учился, если он может не понимать темы. Ну, ладно, там килограмма, а дальше-то пятый, шестой класс, когда начинаются какие-то более серьезные предметы. То есть тут было испытание прям. И вот кроме возможностей, которых я уже упомянул, открылись, не открылись, а вскрылись вопросы, которые надо решать. Кроме вопросов с обучением, это еще и вопросы воспитания, которые мы как бы говорили, что такое хорошо, что такое плохо, но тут же еще есть уважение, услышать друг друга, понимать друг друга, что наиболее важно. То есть любые отношения между родителями, между супругами, они требуют работы. И здесь вот нужна была максимальная работа. И вот как раз тут начало все скрываться. У кого-то терпения не хватало, у кого-то еще что-то. Многие слышали... Нервов. Нервов, да. Многие слышали зарисовки из WhatsApp, когда там мамы кричат, лучше в школу я еду носить, буду закройте их там. То есть вот эти все темы обострились. Поэтому началось все неожиданно. Началось с некоторых испытаний сразу практически. Я думаю, через неделю, через две все это почувствовали. Но, тем не менее, это продолжилось и пошло. Мы говорим о начале. Внесите свою лягу. Здравствуйте. Артем, здравствуйте. Да, очень правильно Павел говорит, что действительно это, с одной стороны, это угроза была, с другой стороны, это возможности. А что все-таки больше? Плюсов или минусов? Угроза или возможности? У каждого, наверное, по-своему получилось. Кто как готов. В результате, да. Кто как, насколько был адаптирован, кто насколько был адаптивен к ситуации, кто-то быстрее садаптировался, того было плюсов больше. Потому что действительно время, проведенное родителем с детьми, это очень, это очень хорошо влияет на взаимоотношения между ребенком и родителем. И это дает большой прогресс в их отношениях, в их стабилизации, в их налаживании и так далее. Вот. Поэтому это, с этой стороны, это позитивно. А с другой стороны, да, конечно, обнаружилась новая реальность, в которой, значит, родитель оказался вместе с ребенком. Вот, да. Неожиданно, да? Неожиданно. У нас есть дети. Да, да, для многих это было открытием некоторым. Поэтому в данном случае это было, да, вот, удивительно. И родители, ну, может быть, это включили, завспомнили это, да, и с ребенком двигались по-разному. Вот. И, да, в данном случае это может быть и хорошо, и плохо, да. Вот. Но есть один еще момент дополнительный, который произошел практически у всех родителей. Это то, что родители, конечно, таким положением были несколько задачны. Вот. И даже сейчас, когда все вроде пошли в школу, и вроде все пошли в школу, но дистанционно не пошли. Все равно у всех родителей есть как-то в голове задняя мысль, что это могут отменить и опять всех перевести на дистанционное обучение. То есть мы говорим, да, о возможной второй там волне, которая прогнозирует. Да, да, вот есть хороший, большой слух ходит везде. То есть мы это всех слышим, это поскольку мы в этой среде находимся, образовательные. Вот. А что, да, с 20 как бы сентября будет какая-то вторая волна. Вот. Но при этом все мы видим, что это достаточно такой слух, что никакого основания никто не может не сказать, ни что, на каком основании он это говорит. И вот просто такие слухи муссируются и друг от друга передаются. Ну, как страшный сон, да? То есть к этому начинают готовить уже. Родители действительно испуганы некоторым образом, вот, потому что вот это вот взаимодействие с детьми их некоторым образом выбило из существующей колеи. И сейчас начало учебного года, не конец, когда мы понимаем, что почти все закончено, да, и скоро уже гулять и едем к бабушке. А сейчас надо учить и реально давать что-то новое. Поэтому ситуация другая. Вот из вашей практики, да, по вашему мнению, все-таки большинство родителей с ужасом думают о том, что, возможно, опять будет дистанционное обучение? Или все-таки, ну что ж, первый шаг уже был, мы уже это прошли, как-нибудь вытянем? Из моего общения многие думают, что с ужасом. С ужасом, да. С ужасом, потому что действительно, ну, прям, это во всех чатах, во всех группах идет обсуждение этой темы прям. Вот, и поэтому видно, что действительно люди очень сильно озабочены этим вопросом. И, причем, несмотря ни на то, несмотря ни на какие вещи, которые говорит министр образования, наш министр посвящения, он несколько раз, он каждую неделю говорит, что все будет, все будет, линейка будет, значит, открытие будет, дистанционного не будет, пойдут все, значит, и так, и, ну, люди уже, видимо, ну, не очень слышат это, да, страх, действительно, у них страх, как бы, вот, и они вот в этом, в этом состоянии находятся. Это будет продолжаться какое-то время, действительно, психологически, вот, пока, как бы, они не, вот, увидишь, что все, да, 20-е пройдет, там, да, пока это все двинется дальше, как бы, какому-то формату, там, и так далее. И только со временем это, конечно, будет меняться. Вот. И из тех моментов, которые мы видим в образовательной среде, видно, что сильных изменений не планируется, то есть никто не собирается переводить на дистанционные школы, там, и так далее, то есть нет никаких не программ. Да, да, таких действий никто не планирует делать. Ну, а пилотные же регионы? Ну, пока вот таких прям, чтобы они целиком переходили целый регион, такого тоже нет. То есть есть какие-то некоторые, вот, например, на раздарство ходит информация, что в ТГУ, например, пока что юридический факультет, он не вышел пока, да, на обучение, то есть он две недели как-то ждет, то есть они не вышли, они находятся на дистанционном обучении, то есть у них есть онлайн-лекция, там, и так далее, и так далее, вот, но в корпус они не приходят, вот, но это один факультет всего города, то есть это вот как-то... Столько студентов в городе, что я не верю, что кто-то еще дома сидит, поэтому непонятно, почему просто не хотят... Да, а дети, они как раз хотят идти в школу, как ни странно, кстати говоря. Не, ну вот это на самом деле, я думаю, что как бы даже следующий вопрос, а почему дети хотят идти в школу, то есть, как бы, да? А давайте мы узнаем, действительно ли дети хотят идти в школу, мы наше подрастающее поколение опрашивали, и, соответственно, у нас есть рубрика «Детское мнение», давайте послушаем, что говорят сами дети. Я хотела бы увидеться со старыми учениками, познакомиться с новыми учениками и с новыми учителями, потому что я пришла в пятый класс, и там много новых учителей. Больше нет, чем «да». Не объясняли задания, ты должен был думать все сам, это было сложновато. Ну, максимум это в две недели, точно не больше. Да, я хочу вернуться в школу, потому что там остались старые друзья, с которыми я не виделся полгода, получается. Учителя мне там некоторые нравятся, рисовать люблю на уроках изо. Я говорю, ну, в школу, да, я хочу, потому что в школе иногда бывает интересно. На дистанционном обучении мне не понравилось, потому что задавали слишком много заданий. Без учителей разбираться в предметах, которых я и так мало что понимаю, было очень тяжело. Ну, на дистанционном обучении мне не понравилось. Дистанционно мне учиться не понравилось. Но когда я пришла в родную школу, у меня было такое ощущение, что у меня началась жизнь сначала. Дети, почаще учитесь, я вам гарантирую. Когда вы чуть-чуть подрастете, вам это понравится. Ну, это потрясающе. Детственное мнение просто. Последнее, да, заявление было просто как вот маленький депутат. Я вам гарантирую, когда вы подрастете, вам понравилось. Вот такие вот мнения. Безусловно, в большинстве своем детям не понравилось дистанционное обучение. Но вот зачем они тут, зачем они все-таки хотели идти в школу за знаниями или за общением, давайте мы обсудим сразу после рекламы. «Время и дети» у Хирипел от радио. Артем Федоров, основатель среды образовательных возможностей СОВАМ, и Павел Хирько, основатель детского клуба «Верхтормашками», арт-педагог. Ну, и я, Анастасия Николаева. Мы сегодня разбираемся, были ли у самоизоляции плюсы или больше все-таки минусов. До рекламы мы слышали мнение наших детей, насколько им хотелось вернуться в школу, понравилось им дистанционное образование или не понравилось. Прокомментируйте. С удовольствием. Вот смотрите, какая вырисовывается штука. Мы проговорили, да, вопрос, почему дети хотят идти в школу. И даже из этих мнений, кроме того, что учиться, больше общения. То есть дети хотели общаться с друг с другом. Дети хотели общаться с теми, кто им нравится. То есть иногда нам нравятся некоторые учителя. Да-да, но не все. Очень показательно на самом деле. То есть школа воспринимается детьми больше как место тусовки. Место тусовки. Если он говорили о знаниях. И еще что мне интересно было во мнении, допустим, да, в том, что услышал, то, что девочка сказала, дома нужно было думать самой. То есть, а как самой-то не думать? Вопрос в этом, да. То есть вскрываются опять-таки вопросы. И уже другого образовательного типа вот этот вот карантин вскрыл. То есть начинается нагрузка на мозг, что нужно думать самой. Разбираться самой. С помощью родителей, которые не дадут столько, сколько педагоги, которые быстренько там нарисуют все на доске. Ну вот как у меня ситуация была, которую я рассказывал. Ну вот, тусовка, школа нравится детям. И это на самом деле один из главных вопросов, когда люди хотят уйти на семейное или какое-то дистанционное образование, где найти тусовку, хорошую тусовку для детей, чтобы они социализировались. То есть кружки всевозможные, они не дают той тусовке, которая дает в школу. Постоянное общение на переменах, там, после школы, еще что-то. Ну да, то есть не привели, отвели тебя, да, и только образовательный процесс, а еще и какое-то свободное время. Да, да, где они могут общаться про игры, про комиксы, про книжки, про мультики, еще про что-то. Ну, да, те темы, которые их интересуют. Ну, чем дальше, тем другие темы. У меня просто маленькие еще дочки. Да, здесь очень поддержу Пашу, потому что действительно большой пласт взаимодействия детей – это общение, коммуникация с другими детьми. И когда в школе это исчезло, осталась только дистанционная часть, только образовательная, вот, то сразу же это стало, то есть, абсолютно неинтересным вообще. И это сильно напрягало, да, и действительно этого процесса нехватка, вот, и дети к этому тянутся. Вот, и пока, да, они ходят в школу, да, у них тусовка только в основном в школьной части. Вот, в том, что, да, действительно дети задумываются, и родители задумываются о других формах образования, действительно столкнувшись с дистанционной частью, только дистанционной частью, когда нет вот этого, нет этой коммуникации, взаимодействия детей. Вот, они увидели, да, что детям нужна какая-то другая, другая конструкция, возможно, вот, которая больше дает упор на коммуникацию, на взаимодействие, на игры между ними, игры не только с кубиками, там, а это и ролевые игры, и социальные игры, это большая очень тренировка. Вот, и скрылся действительно момент с самостоятельностью, потому что школа сделана таким образом, что там все тебе дают. То есть ты сидишь, и тебя туда заливают, что-нибудь там закладывают, вот, значит, главное, чтобы это осталось. И, да, самостоятельности, на самостоятельность упора нет, а это самый главный фактор, самостоятельное обучение, для того, чтобы оно было с высокой скоростью происходило. Потому что, когда человек учат сам чему-то, то, чему ему интересно учиться, он учится с колоссальной скоростью. И вот этот эффект, он подмечен всеми, и он существует и у взрослых тоже, когда взрослый начинает что-то делать, когда он хочет. То есть, когда человек начинает разбираться, да, он заглатывает всю информацию, а не фильтрует? Да, конечно, он заглатывает, нет, он ее тоже фильтрует, но он фильтрует уже по конкретной цели, то есть он начинает обучаться в этом направлении, и действительно скорость возрастает в 10, в 100 раз может возрастать, То есть это нормально, и взрослый как раз этот эффект использует. И когда детям для того, чтобы этим пользоваться хорошо, им нужно это тренировать постоянно. То есть пользоваться самостоятельно. Раз, два, три, четыре. И чем больше они это делают, тем больше они натренировывают эту возможность свою самообучение. Потому что самостоятельному обучению нельзя обучить извне. Никаким образом. Человек невозможно по сути этого процесса. Потому что если это рассказывать, он не будет понимать, или не будет верить, или не будет чувствовать, как это происходит. Теряется некоторая причина, следственная связь. Да, и у него не выстраивается мотивация, не выстраивается самоконтроль, не выстраивается самореализация в этом процессе. И из-за этого этому процессу нельзя научить. Ему можно натренировать. А натренировать человек, он может его сам. Но он нужна для этого возможность. Чтобы он это делал, чтобы он не упирался каждый раз, и бился о взрослых, об их мнении, о какую-то структуру непонятную и так далее. Чтобы было небольшое поле, в котором он мог бы самостоятельно попробовать двинуться. Ну а если мы все-таки вернемся к процессу, как вы говорите, тусовки, то есть социализации, общения. Ну вот как вы считаете, за период... Для кого-то он показался очень продолжительным, да, этот период изоляции. Для кого-то, ну, может быть, проще прошел, кто сумел к этому адаптироваться. Но вот за этот период дети не разучились ли общаться друг с другом, а не с родителями? Не теряют ли они вот такой вот навык? Нет. Я думаю, что период, хотя он и был, в районе полугода практически, да, 5 или 6 месяцев, дети все-таки выехали и к бабушкам, была и летняя тусовка, и у кого-то братья-сестры, и все остальное. Единственное, что вот на моем примере, да, что развилось общение в сети. Если у кого-то через Zoom или еще что-то, допустим, у меня развилось общение дочерей через игры. Ну, вот эти, типа, Майнкрафта, и все от них отголоски, которые есть, они начинают там друг друга видеть, встречаться. И самое интересное, они ставят даже некоторые цели в них. То есть вот у меня дочь поставила цель, чтобы какой-нибудь известный ютубер сыграл с ней в игру и еще приехал там на чай попить. Вот что-то такое. А младше... В период самоизоляции смело. Да, да, да. А младшая дочь показала себя с другой стороны. Она стала смотреть видео, где что-то показывают, какие-то лайфхаки жизни. И прям вот глубоко в них углубляется. Просто когда смотрите за ребенком, вот в этот период взаимодействия родителей с ребенком, и вскрывается, где ребенок может быть хорош, в чем и куда он может идти. Потому что, говорю, когда мы в школе, вот как я говорил в начале, мы этого не видим. Мы можем только придумать, куда он хочет, и сами себе причем, не говоря с ребенком, и пытаться его туда направлять. Что, в принципе, я думаю, мое личное мнение и было со всеми нами до 90-го года, когда нас пытались куда-то направить. Ну, а существенно ли все-таки для детей что-то изменилось в плане общения? Да, не образовательного момента, а вот в плане общения. На вот оптимы своего знакомого могу сказать, что еще до, где-то года два назад, у него был разговор с сыном, он подошел, тут, как модно говорить, у молодежи зависал в компьютере, и он предложил ему пойти погулять, пообщаться со сверстниками, потому что он не видел, что он делает в компьютере. Он говорит, зачем ты сидишь один, если можно пойти пообщаться со сверстниками? У тебя такой возраст, когда как раз мальчики, возможно, там ребенку было, по-моему, 13-14 лет, когда уже начинаются какие-то компании, там, возможно, с девочками начинается уже общение. И ребенок, на что ему ответил, папа, зачем мне для этого идти на улицу? Вот они все люди, ну, как бы, скажем, в кавычках, да, гуляют в чате. Мы все гуляем в чате, мы все в контакте, зачем мне для этого идти на улицу, если все мои друзья там, в сети. И сейчас не сильно, что изменилось? Может быть, дети просто больше смогли к этому адаптироваться, легче адаптироваться, чем родители? Ну, в таком аспекте, в принципе, сильных изменений нет. То есть те, кто был уже, имел контакты в онлайне, вот, они сильно не почувствовали такого изменения в коммуникациях. Вот. Единственное, здесь есть некоторая разница в коммуникации с помощью онлайн-технологий, да, ради различной зумы, там, да, чаты, там и так далее. Вот. И коммуникации личной. Потому что в личностной коммуникации, когда человек присутствует, очень большой объем обмена информации происходит невербально. Вот. То есть это эмоции, это различные роды интонации, это язык тела, это определенная химия, которая происходит. Вот. И вот эти моменты, они через сеть не передаются никак. И поэтому канал, в этом плане, он сужен. Вот. Он есть. Онлайн-канал — это не совсем плохой канал. Вот. Но он сужен. То есть вот эти вот аспекты, которые я перечислил, они там и не используются, и ничего страшного в этом общении нет. Он, наверное, общение тоже классное и хорошо. Вот. Но вот этого аспекта нет. Вот. И поэтому дети в этом аспекте не тренируются. То есть... И поэтому, когда они начинают взаимодействовать в реальности с кем-то, видно, что вот этот аспект у них не натренирован, вот. И они в нем некоторым образом чувствуют себя не очень уютно. Вот. Им просто нужно время для того, чтобы его натренировать. Вот. И поэтому здесь у всех по-разному, кто какой образ жизни ведет. Еще очень сильно зависит от родителей, конечно же. То есть как родители к этим всем процессам относятся. Вот. И дети часто копируют привычки родителей. То есть если родители ходят за грибами в лес там и так далее, какие-то там на речку там и так далее, они привыкают к этому режиму, и для них это становится естественно. Дети зеркала семей. Да. Они очень много. То есть не надо думать, что если я вот... Я должен что-то передать такой ребенку, там постоянно что-то ему рассказывать и так далее. Не нужно. Он копирует сам. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Да, да, да. Стандартная, да, штука. Вот. Потому что он скопирует однозначно вас. То есть в нем будет очень много от вас. Это 100%. Вот. И он это перенимает. И все от этого зависит. Если вы любите это, да, и ребенок будет то же самое делать, в принципе, в этом сложности большой нет. Главное, чтобы был контакт между родителями и ребенком, чтобы они проводили время вместе, им это было и достаточно интересно. Единственное, что хочу от себя добавить, да, я 10 лет назад был в Китае. У меня там знакомый китаец, он говорит на русском хорошо. Я ему вечером говорю, пойдем поиграем в ваши народные игры, там еще во что-то. Он говорит, зачем? У меня тысячу друзей, но мы в чате, мы не встречаемся. Я к тому, что, скорее всего, разделение общества будет на тех, кто больше висит в сетях, и тех, кто больше к живому общению. Такого, что все уйдут в сети полностью с головой, ну, это очень долго, мне кажется, время должно пройти, может быть, даже не одно столетие. Но разделение будет. И, возможно, вот такие вот вещи, как дистанционная, вот эта изолированность, они как-то их обострят. То есть просто выделятся группы людей, которые готовы вести свое общение либо в одной сфере, либо в другой. Но, как правильно Артем сказал, эмоционального близкого общения никто не заметит. Почему сейчас и стали так популярны школы эмоционального интеллекта? Вот, когда учат распознавать эмоции, особенно для тех, кто больше, ну, не то, что зависает, а, так скажем, менее общителен, менее общителен. И для тех, кто общается, чтобы у него был шире спектр эмоционального взаимодействия с другими людьми. Ну, давайте вот коротко перед рекламой, буквально мы так вот подытожим плюсы, да? Мы в основном говорили все-таки о плюсах, о хороших аспектах. Что значит из плюсов? Это возможность лучше узнать своего ребенка. И родителя. И родителя. Это вообще настроить отношения к семье. Да, это прям очень большой плюс. Так, что еще мы к плюсам отнесем? Это возможность не только узнать ребенка, то есть эмоционально какие-то его переживания, поговорить с ним, потому что же, ну, не так часто они общаются даже в чате со своими подругами, друзьями, и поэтому, ну, возможно, начинают открываться в каких-то моментах родителям, да, больше, чтобы поговорить. А еще какой момент? Возможность увидеть у своего ребенка какие-то задатки или... Таланты, понимание его цели, куда он стремится, да. То есть, на самом деле, из этих вот отношений, в принципе, это такой один большой плюс, который в себя аккумулирует все подряд. Вы можете увидеть вопросы, которые складываются у ребенка в разных сферах, да, и начать работать с этими вопросами. Вот. Можете увидеть, к чему он стремится, и помогать ему в этом стремиться, если он просит помощи. Вот. Соответственно, вот один большой плюс... Как сказать... Большой плюс изоляции. Изоляция. Это то, что мы друг друга узнаем, мы налаживаем отношения. Вот. А дальше все развивается у всех индивидуально, и кто как к этому готов, и кто готов с этим работать. Да, здесь тоже подчеркну, что крайне важно вот как раз видеть. Есть была возможность, она отчасти тоже сохраняется, это увидеть ребенка, потому что родители, проводя мало времени, они не успевают понять и увидеть, что действительно ребенок. Не успевают, просто физически. Они не успевают увидеть, что ребенок делает на самом деле. Они видят что-то, они подкладывают под это свои паттерны, которые у них были, ну, как своего мировосприятия, восприятие, и всё, и дочитают, что это так. На самом деле это абсолютно не так. Чтобы понять ребёнка, нужно за ним понаблюдать какое-то время, хотя бы час-два в течение дня. Не просто прям сесть перед ним и смотреть на него, а просто в процессе, чтобы где-то был рядом, и вы мониторите, чувствуете, где он присутствует, что он делает, как он примерно, как он это производит, с кем он общается, во что играет, что делает, куда-то ходит и так далее. Вот этот мониторинг вам позволяет узнать его ребёнка и понять его намного лучше. Ну, а о минусах, а самое главное, как это нейтрализовать, мы поговорим сразу после рекламы. Время и дети. Время и дети. В эфире Пилот радио Артём Фёдоров сооснователь среды образовательных возможностей Совом и Павел Хелько, основатель детского клуба «Верхтормашка», мертвопедагог Яна Стасия Николаева. Сегодня мы разбираемся, были ли у самоизоляции плюсы или больше минусов. Про плюсы мы поговорили до рекламы, подчеркнули, какие были плюсы, что в этом хорошего и позитивного. Ну, давайте про минусы. Может быть, очень коротко, потому что минусы все знают, но нам даже важны не минусы. Понятно, что все понимают сложность, все через это прошли, сложность самоизоляции, сложность 24-часового нахождения в месте, когда вы не отдыхаете, эмоционально не можете куда-то выйти, переключиться. Давайте поговорим, наверное, и про то, как, наверное, с этими минусами бороться и как из этого выйти. Дистанционное обучение. Мы слышали мнение детей, которые говорили, в чем у них была проблема, что им было тяжело. Но не только дети учились дистанционно, многие родители тоже дистанционно продолжали работать. Это тоже было испытание. Вот как объяснить ребенку, что... Ведь у многих мама и папа, если дома, это синоним тому, что к нему можно подойти, спросить, попросить помощи. А если у человека полноценный, там, допустим, 7-8-часовой день, такие же скайп-конференции, зум-конференции, как объяснить ребенку, что если мама и папа дома, это не значит, что они всегда готовы заняться тобой и помочь. И, с другой стороны, это не потому, что родителю твоему все равно на ребенка, что он, возможно, не хочет этим заниматься, а что есть такая необходимость. Как объяснить ребенка и не травмировать его? В принципе, любое объяснение взаимодействия с ребенком, это констатация факта. То есть есть вот такая штука, она так ребенку может и рассказываться, что есть работа, да, я работаю, зарабатываю деньги, вот, и эти деньги позволяют делать тот, тот, тот. Вот, чтобы мне их заработать, мне нужно вот такую процедуру соблюсти. Если я соблюдаю, я деньги получаю. И всем детям это предельно понятно. То есть они понимают, что это так, вот, и понимают, что родителю нужно время. То есть если дает просто... Это немножечко нужно потратить времени и немножечко своей энергии, и немножечко сообразительности включить в этот процесс. И таких объяснений всегда достаточно. Потому что до этого родитель просто уходил, как бы, да, и все, вопрос решался. То есть не нужно было никаких тратить ресурсов на это. Вот. А достаточно проговорить это один, там, ну, два раза максимум. То есть это все проговаривается в конструктивном, скажем, таком человеческом стиле, что это не такая, что как-то такая... Это великая информация, там, да. Это естественная штука, реальная жизнь. То есть это у всех так, как бы... В принципе, он готовится. Да. И при этом еще есть интерес в том, что у каждого родителя этот режим работ, он разный. То есть есть кто работает 8 часов подряд, кто-то работает частями, кто-то работает, например, вообще в разное время, кто-то и в выходной работает, там, кто-то работает вечером, там, и так далее. Вот. И вот этот процесс, он очень интересно, может быть совмещен с как раз взаимодействием с детьми. Потому что взаимодействие с детьми, оно переключает, оно, на самом деле, дает достаточно положительные эмоции, может давать. И это позволяет вести рабочий день в достаточно позитивном ключе. Но к этому нужно переключиться, что у тебя в свободное время ты можешь пообщаться с ребенком и получить положительные эмоции от этого. Вот это, конечно, тяжелое такое переключение, вот само по себе. Но если родитель переключается на такую конструкцию, то он, для него работа становится как бы вообще очень прикольным делом. Да, вот полностью согласен с Артемом. Тут как бы вопрос в том, что, во-первых, объясните реалии, да, ребенку. А во-вторых, не забывайте, чем ребенок младше, да, тем он поймет, зачем вы тут работаете. Но через 15-20 минут он выбежит из комнаты и опять начнет относиться по комнате и все остальное. Во-первых, у родителей терпение и должно, ну, как бы работать. А во-вторых, поменять не только внутри себя структуру, а структуру даже своей работы. То есть он должен понимать, что каждые 20-30-40 минут, ну, чем ребенок старше, тем может быть и меньше, он должен переключаться на ребенка и что-то с ним производить, некоторые действия, игры, рисование, еще что-то. Но в чем положительный момент, как арт-педагог говорю, что здесь эмоциональная разгрузка родителей, если он это правильно воспримет и поймет, что это его отвлечение, это его чашка кофе, это его перекур во время работы, то он как бы этим и займет. И она даст гораздо лучший эффект, положительный, чем та же чашка кофе или там... Прочие негативные привычки. Да, прочие негативные привычки. Вот, то есть он может порисовать, может еще что-то сделать. Вот тут очень близкая тема к эмоциональному выходу из кризиса, когда у вас накапливается весь этот негатив, сидение одному или с ребенком, или еще что-то такое. Как раз и выход идет. Очень много техник арт-педагогических, которые дают выход эмоциям негативным, положительным и преображение эмоций из негатива в позитив. Вот, это и рисование, и лепки, и игры, и конструкторы, все что угодно. Внутри сидит ребенок, который хочет что-то создавать, что-то делать. Или что-то разрушить, да, когда у вас злость накапливается. И что-то из этого создать. И ребенок, как партнер, даже ни в коем случае не как инструмент, а как партнер, который вам поможет, выведет вас из того состояния, в котором вы сейчас. Главное, расслабиться и пойти за ним по течению. Ну, давайте мы, наверное, не будем перечислять минусы, но, может быть, на что стоит родителям обратить внимание вот после выхода из изоляции? Что нужно, может быть, объяснить еще ребенку? Что ему нужно подсказать? Как его вывести из изоляции? На что обратить внимание, может быть, у ребенка? Ну, какие-то тоже депрессивные мысли возникнут. Как вот это нужно промониторить и родителю понять? Депрессивные мысли у ребенка? Такого быть не может. Вряд ли. Я думаю, ребенок быстрее гораздо выйдет из любой изоляции. Максимум неделя-две. Ну, это вообще какой-то предел даже. И ребенок опять вольется в тусовку, где он давно не видел друзей, знакомых. И попрут эмоции, которые он накопил с играми, с новыми покупками, еще с чем-то, еще с чем-то. То есть там прям шквал эмоций. Со взрослыми гораздо сложнее. Ну, кстати, по поводу, да, игр и покупок. Вот такой вопрос. Допустим, вот изоляция, возможная какая-то, если волна. И, в принципе, как родителям вести себя вот в такой ситуации? Ведь часто, как, ну, не только словами хвалят ребенка, да, а как-то поощряют его, допустим, за хорошие там отметки, за хорошее поведение. Убрался дома там, получишь что-то. Это и семейные какие-то выходы, празднование маленьких там побед, занял первое место, да, и, допустим, пойдем там в какое-то увеселительное заведение, мы тебя отведем там на карусели, аттракционы или, ну, допустим, куда-то вкусно покушать, где любит в кафе мороженое ребенок. Когда идет изоляция, мало того, что нельзя выходить из дома, более того, все заведения-то закрыты. И вот как поощрять ребенка за те же самые, убрался дома, хорошо подготовился, к примеру, к уроку, да, закончил там четверть. Вот чтобы у ребенка не возникло ощущение, что он старается-старается, а его не поощряют. Система сломалась. Да, это правда. Вот. И здесь как раз появилась возможность немножечко ее сдвинуть. Трансформировать. Да, трансформировать эту систему, потому что такая система поощрения, да, она, как вы правильно говорите, она сводится к тому, чтобы у ребенка была мотивация. Вот. А когда у человека мотивация создается извне, вот, она всегда имеет небольшой эффект и ненадолго. То есть сила ее маленькая, и она действует недолго. Вот. А если мотивация происходит изнутри, то есть человек сам для себя это что-то делает, то у него она намного сильнее, и она у него долго. То есть у него изнутри вот эта вся конструкция постоянно-постоянно куда-то тащит, что-то делает с ним там и так далее. То есть она его не дает ему покоя вообще. Вот. И она в нем постоянно живет. Вот. И как раз есть возможность вот эту вот мотивацию немножечко перестраивать в самостоятельный режим. Вот. Это вот одна часть, да, что на саму мотивацию переходить. Это тоже длинный процесс как это сделать. Это такая непростая штука совсем. Потому что когда у человека, он не тренирует этот процесс сам, мотивация у него не возникает, вот, ему очень тяжело перестроиться. Это правда. Вот. Но тем не менее, любые перестройки и тренировки этих процессов, они дают очень колоссальный результат. Потому что когда он что-то придумывает, то здесь и главное ему не мешать и не уничтожать вот эти вот... Вот хочу дополнить. Вот абсолютно правильно Артем говорит. И тут мотивацией может быть человека не то, что... А мы сходим там в Макдональдс, да, грубо говоря. А может сказать, а что ты хочешь? Ты что хочешь? То есть он скажет, я хочу в Макдональдс. Может быть, раз-два скажет, но... Можно делать что-то в Макдональдс дома. Да. Да, давайте приготовим, давайте устроим лучше шеф-поу, адскую кухню на нашей кухне. Вот. Но задавая несколько раз один и тот же вопрос, вы все равно заставите ребенка задуматься, что же я хочу на самом деле. В моем примере, допустим, мы с дочками начали снимать лайки и тик-токи. То есть придумывать сценарии, брать какие-то ролики, зарисовки ставить и все остальное. У кого-то что-то другое появится, кто-то еще что-то захочет. То есть даже в пределах дома или своего двора можно сделать очень многие вещи, которые ребенок захочет сам. Спасибо вам большое за ответы и за комментарии. Я напомню, это была программа «Время и дети». И наши слушатели, я призываю, если вы прослушали каким-то образом, не услышали всю программу, то через некоторое время она появится на портале Твериград, где ее можно будет и послушать, и посмотреть. А также я призываю в комментариях писать возможные темы, проблемы, которые вам бы хотелось обсудить. И мы обязательно их вынесем в эфир. Я, Анастасия Николаева, прощаюсь с вами и передаю слово нашим гостям. Всего доброго, будем рады вас слышать. И слава богу, что мы опять здесь. Да, ура! Изоляция закончилась.